прошла еще неделя сегодня суббота уже вечереет работаем варим конструкции закрепляем их к потолку веселимся ну уже хотя бы у нас курятник начинает приобретать какой-то вид внутри получается все жестко надежно вот видите где-то мне удается хороший шоу сделать красивый да где-то и не очень ну ладно что закрепляем очередную балку металлическая у нас уже наступил март но еще холодно еще 0 минус скоро весна я уже однозначно понимаю что весне курятник я не сделаю не руках можно было бы запустить конечно и сейчас их немножко доработав но мы же делаем современный курятник как у нас ролика называется в общем то поэтому будем делать медленно печально но пока я не сделаю все что я хочу я сюда никого не запущу буду тут сам жить прикручиваю металлическую балку соответственно соответственно к стропе он есть отметки карандашные дубль 2 камера дубль 2 камера называется мучение курятник ну да в принципе хорошо получается получается все очень жестко связано теперь вне всяких сомнений у нас наш курятник никуда не улетит вот вы меня друзья осуждаете что я ролики длинные делаю они у меня длинные почему такие потому что я очень все медленно делаю я вчера снял за весь день ну не знаю маленький кусочек там две или три минуты я снял видео за весь день у меня камера тут в бане стоит я ее сюда придастки вытаскиваю дело в том что у нас опять подморозило примеру ну пар виден холодно хотя у нас март я к чему говорю что медленно я делаю поэтому и видео получаются длинные я вчера чуть-чуть снял сегодня чуть снял завтра чуть-чуть снял и ролик получился там за 15 за 20 минут такой кажется большой ролик а он большой потому что я его снимал две недели да вот так вот медленно все делаем и пришла ассистент по растительному миру посмотрела критически сказала что хочется завести индюков хочется завести там различные породы кур я громы и в этом году опять нифига не успеем курятник не готов в общем она сказала что я нифига не тороплюсь и гордо ушла будем работать короче вы видите что я поставил такие конструкции то есть вот у нас сделала тут часть каркаса металлического это только часть трубы квадратные у меня закончились профиль но остались еще уголки такие уголки и думаю раз уголки есть будем из них делать трубы пока покупать не на что зарплату получу поеду куплю короче будем делать настенную клетку вот у нас с одной стороны и с другой стороны здесь на этой стене будут находиться клетки по всей длине от окна соответственно и до перегородки для чего эти клетки дело в том что ну во первых их можно будет использовать как такие брудеры скажем там будет подогрев там будет естественно ниппельные поилки бункерные кормушки в общем можно будет цыплят туда высаживать можно туда будет молодняк высаживать то есть вы знаете у нас есть большой красивый брудер который сделал ну отдельно стоящий помните у меня на улице стоял ну наверное видели ролик но предположим выведу я хочу еще один инкубатор потому что чувствую одного инкубатора мне мало выведу например два выводка один посажу брудер другой например у меня появится там через неделю предположим заложил в инкубатор сначала там яйца утиные потом там яйца куриные короче можно будет в один брудер цыплят сажать и в другой там утят сажать короче нужны помещения нужны клетки это понятно чем больше у нас отдельных каких-то вот таких клеток тем лучше тем больше у нас возможности для манёвра вот эти клетки они будут мало того что для молодняка как брудеры использоваться они будут использоваться например если вам надо отсадить петуха к примеру мы вот в этом году оставили одного пушкинского петуха и одного петуха амрокса и хотели весной делать попробовать чтобы у нас кура пушкинская куры пушкинские снесли яйца инкубационные от этого петуха садить их отдельно и потом чтобы кура у нас вывела птенцов но петух погиб петух погиб непонятно почему странно скорее что-то сожрал кровь у него шла короче горлом в общем к сожалению кроме тумана который его съел потом остальные были очень расстроены и дабы исключить такую ситуацию в будущем мы с вами оборудуем сделаем клетку в которую можно будет также отсаживать петуха дополнительного петуха производителя ну на зиму поэтому решил я делать эту клетку высокую то есть высота у нас будет 60 опытным путем я понял какая нам нужна высота я бегал с рулеткой за нашим петухом амроксом и пытался его измерить его рост это было я вам скажу шоу надо было снять петух когда он встает амрокс он вообще такой здоровый там под 70 сантиметров но думаю 70 через чур будет жирно хватит и 60 нечего там знаешь распушаться короче 60 сантиметров получается у нас клетка вот начал я ее тут делать тут соответственно у нас дверь будет из уголка сварил там часть нижней опоры клетки с этой стороны тоже сейчас будем собирать у нас получится клетка немножко поуже то есть видите она чтобы была вот прямо вот до откоса шириной не очень широкая получается что мы эту клетку вот это вот пространство в котором сейчас находимся мы его используем скажем так по грамотному площадь небольшая совершенно маленькие вот такие у нас получились клетки ну я имею ввиду вольеры да и получается благодаря тому что здесь будет клетка у нас появляется скажем так второй уровень то есть мы используем вот это пространство в двух уровнях внизу и наверху соответственно да кроме того при желании тут можно в такой высокой клетке выращивать там каких-нибудь мини мясных кур там бройлеров держать на клетке на сетке как я говорил оставлять курицу чтобы она тут например высадить высиживала яйца отсадить курицу сюда с яйцами и пусть она здесь высаживает высиживает свои яйца выводит птенцов потом тут выращивать нам будет желание также просто можно сюда будет посадить кур чтобы они высиживали яйца но не высиживали они сли яйца кур не суши короче то есть у нас будет с одной стороны и с другой стороны две клетки то есть получается такое пространство оно не очень большое больше сделать не могу иначе будет сюда не зайти в этот вольер но плюс кроме того видите у нас ширина в этой стеночке думаю вы согласитесь что такие клетки курятники нам необходимы что приступаем я очень подготовился вырезал тут уже уголки с одной стороны покрасил но у нас холодно и краска не высохла вы помните да потому что я говорил что все те есть тот профиль который прилегает к стене с обратной стороны я прокрашиваю снаружи нет снаружи ему еще потом после того все сварим зачистим обезжирим покрасим будет все надежно так просверлил также туда отверстие для того чтобы закрепить через эти отверстия к стене наш уголок у меня тут все размечено соответственно уровнем отметил линии вымерил приступаем поехали я не только трое перчаток использую при работе но и две шапки одна шапка у меня под маску так надо уголки сначала поставить так 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 и остается небольшим усилием во первых это удобно и удержать не надо не упадет а во вторых получается все немножко так в растяжку жестче получается контакт хороший металла с металлом сварят легко но при этом нельзя сильно раздавлять иначе можно ну как бы выгнуть в конструкцию. Это тоже не очень хорошо. Торопиться, конечно, надо. Скоро весна, скоро огород. Надо готовить. Будут грядки. Копать. А я, вот видите, все вожусь. Копать. Сломался еще стул один. Блин. Стоять. Зойка. Выглядело все красиво. Легко. И непринужденно. Как в квартирном вопросе. Знаете, раз, раз, все так четко, красиво. Мне бы еще две камеры было. Одну там ставить, другую там. А то я вот раз там снял с одной камеры, ракурс меняю, бегу камеру переставлять. Это тоже времени до хрена. Помним, что газобетон, пенобетон, в них вкручивать что-то можно, если оно не будет потом нести большую нагрузку. Если нагрузка будет серьезная, только шпильки насквозь. Немножечко нам надо углубить ямку. Чтобы гайка не прокручивалась с другой стороны, ну и чтобы потом ее куры не раскрутили, привариваем ее. Теперь спокойно можно накрутить гайку от души. И затянуть. По образу и подобию устанавливаем второй уголок. Боковые и так далее. Ну, не знаю, сниму или не сниму. Дело в том, что сегодня воскресенье. Сейчас я пойду домой. Уже 4 часа мне нужно пообедать. И нужно сегодня еще снять для вас видео, как мы делаем домашние купаты и домашнюю колбасу. Будем набивать колбасу. Будем делать фарш. Потом будем купаты варить, соответственно. А колбасу коптить. Но это будет совершенно другое видео. Поэтому я пойду домой. А съемку по поводу курятника продолжим в следующие выходные. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...